Здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на мое новенькое видео. Сегодня у нас будет игра, которую на самом деле я снимать хотел еще крайне давно, практически на самом ее релизе. В общем-то, эта игра, своего рода, такой, знаете, симулятор служб, экстренных служб. То есть сюда у нас входит полиция, здесь же у нас также есть пожарные и, соответственно, врачи. И каждая фракция у нас занимается, соответственно, тем, чем она должна заниматься и чем занимается в реальной жизни. Если вам это зайдет, ребята, я сделаю еще как минимум два ролика, где попробую те две оставшиеся роли, которые у нас останутся. Сегодня, наверное, я все-таки начну именно с полицейского. Это, как мне кажется, самое, наверное, интересное, что здесь может быть. Но если вы поддержите вот эту идею, да, мини, так скажем, марафона по этой замечательной игре, то обязательно пишите потом в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Итак, выбираем полицейского. В общем-то, смотрим, что тут у нас можно делать, либо мужчина, либо женщина. Можно выбрать даже себе персонажа, но сегодня я, наверное, буду вот таким с усами. Головной убор, ну, интересно, в принципе. Нет, я буду в шляпе вот такой прям крутой. И очки, короче, бы мне еще выписать какие-нибудь такие. Ля, вообще такой, о, да. И, а, маски даже есть, ни хрена себе, типа от коронавируса, что ли, это все. Блин, прикольно сделали. Так, нажимаем, готово. Кстати, на русском языке есть мультиплеер, но в него никто не играет. Я вообще, наверное, думаю, что я в эту игру сейчас играю один. Потому что в мультиплеере 0, на SteamDB там тоже горело около 0, поэтому, как бы, ну, хрен знает. Так, это, в общем-то, я, как я понимаю. От первого лица тут режима, по-моему, если я не ошибаюсь, нет. Здесь мы оформляем подозреваемого. На E у нас фонарик. Здесь мы можем выбрать тачку. А как, что применить, что нажать, сменить роль. А, вот левая кнопка мышки. У нас машину можно выбрать. Так, интересненько. Ну, типа, да, якобы они, короче, похожи на реальные прототипы. Все, вы все прекрасно понимаете, что это за автомобиль. Эвакуатор даже есть. Ну, ни хрена себе. Ни хрена себе. А, покраски даже. А, слушай. Короче, можно вообще же, получается, взять тупо немаркированную тачку. Ну, допустим, вот такую белую и на ней кататься, чтобы вообще никаких подозрений не вызывать, да? Блин, прикольно. Ё-моё, и здесь еще, смотри, можно всякие лампочки ставить, либо убирать. А, ни хрена, так-то игра поменялась. Нормально, я хочу сказать, ребята, потому что то, что я играл раньше, здесь и в помине такого не было. Реально, такого не было. Это, ну, прям очень сильно игра поменялась, ребят, очень сильно. Сюда, опять же, какие-то фонарики можно прикрутить. Можно все это протестить. Обалдеть, вообще. Да, не было этого раньше. Этого реально раньше не было, ребята. Это круто. Это реально прикольно. Вот, прям за это лайки. Я больше чем уверен, что можно также взять и другие автомобили, других спецслужб сделать. Вон она, наша белая тачка появилась, не маркирована. А сегодня мы такой коп беспалево. Так, вызов полиции. Драка в разгаре по адресу. Адрес GreenTech CallID 1013. Код вызова 3. Мы его пропустили. Ну, ладно, хрен с ним. Разберутся там, я надеюсь, без меня. Немножко подлагивает. Графика, в принципе, в игре, ну, неплохая. Я бы не сказал, что она прям совсем-совсем такая идеальная. Но, как бы, все равно, да. То есть, можно, в принципе, себе что-то позволить здесь сказать, что она, как бы, типа, нормальная. Тхиолив, номера. Вид от первого лица даже есть. Так, ну, принимаем мы вызов. Все, едем. Просто мигалочки пока тогда включим, да, как я понимаю. Не будем мы... Ну, брат, давай речь проходи, ептать. А, не... А, вот какие у нас включились. Ну, соответственно, также их можно отключить. На двоечку у нас уже эта комба идет. На троечку, типа, якобы у нас, наверное, должны были моргать все вот эти истории. Но они у нас не моргают. Короче, едем. Город какой-то полумертвый. Что-то я никого тут не вижу. Ничего. Что-то делать надо. Интоксикейтед. Типа, где-то передозированный тут лежит, что ли, или что? А, вон он, смотри, реально бухой. Так, стой. Женщина, стой. Ты куда идешь? Алло. Я сказал стоять, сука. Блядь, я упал. А я ее убил, походу, дело, нет? Так. Команда. Попросить показать документы. Карло Макбридж. Вы что ходите, бухая? Я не понял. Там, по-моему, не стреляют. А, это ее, короче, бухие подруги. Они, по мне, короче, еще и стреляют, эти бухие подружки. Ни хрена себе. Запрос. Автозак. Так, на, нужно его обыскать. Действия. Обыскать. Так, руки в гору, давай, быстро поднимай. Сейчас мы будем тебя искать. Удостоверение личности у нее только с собой. Ой, да уж. О, кец. Тест на алкоголь. Давай, что там я тебе покажу? О, ты так-то нормально, бухая. Прямо такие. Э, 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 стой, 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 стой. Я тебе сейчас уйду, на. Ждем автозак, все. Ты смотри на нее. Какая она шустрая. Бухая, ходит по улице, людей подставляет. Где наш замечательный автозак? Я надеюсь, он в этой пробке не застрянет. Вон он едет, несется. Хлезь, блядь, нормально. Давай, 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 давай. Горцуй, горцуй. Блин, я еще машину, конечно, так поставил поперек дороги, что они проехать не могут. Этот вообще залагал. Ну, я понимаю, бывает, служба тяжелая. Все, бежит, 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 бежит. Красава. Все, уволок ее в автозак. Так, нам надо машину перепарковать, потому что, ну, блин. Иначе мы здесь надолго с вами застрянем. Так, там в переулке я видел бухие они стояли. Сейчас мы туда, короче, еще сгоняем. Они по мне шмаляли, сука. Это подружки ее, походу, дело. Она к ним, наверное, шла. Так. Ну-ка, мадамы, руки в гору, чтоб я видел все. Давай. Кто тут по мне стрелял? Ты. Действенно. Обыскать, сука. Давай, руки в гору, козлиная морда. Достоверение о лечности у него только соба. Давай мы тебя сейчас, короче, это самое. Тест на оклаголь. Я понял, что у него выше... Так, наденем мы на него наручники. Взаимодействие. Запрос. Автозак. Так, а я пока с этой займусь. Это самое веселое, походу. У него пистолет был. Действие. Обыскать. Рогов гора, быстро. Достоверение о личности. А кто по мне стрелял? Куда вы пистолет-то дели? Я не понял. Алло. Они же ясно по мне стреляли. Вы можете даже, ребята, отмотать видос. Так. Действие. Надеть наручники. Быстро. Так, он только одну ее заберет, получается, да? То есть под каждого здесь надо, короче, вызывать автозак отдельный, как я понимаю. Блин, ну это хреново. Так бы, конечно, было бы здорово, если бы игра, допустим, понимала, да, что у меня здесь стоит вот еще один подозреваемый. Типа раз его. Да. Ну, она на карте зелененькая точка, это, по ходу, он и едет. Да, с трафиком что-то они вообще не дружат. А куда пистолет-то они дели? Они же явно по мне стреляли. Они ведь по мне палили. Так, приехал у нас автозак. Вылупился из него один минтенок. Ну, сейчас заберет ее, нормально все. Давай, братуха, арестовывай ее. Все, молодец, пацанчик, красавчик. Так, ну мы погнали дальше. Будем смотреть, что у нас тут еще есть. Блин, жалко, от первого лица нельзя вот сделать ходьбу. Это было бы прикольно. Агрессивный водитель замечен на красном автомобиле. Погнали. Вариант остановки уходящего от погони. А, все. Его, в общем-то, наши замечательные коллеги уже прикрыли. Хорошо. Так, будем тогда что, просто патрулировать район? Будем смотреть, что у нас тут есть? Кого можно тут проверить на штрафы? Кто неправильно припарковался? Пока все хорошо. Ситуация на районе у нас нормальная. Красный сигнал светофора. Э, ты что там врезался в меня? Блин, руля, конечно, не хватает. Вот на руле, я думаю, было бы прикольно, конечно, здесь такая-то самая, да? Поездить, типа, такой круизишь. Тачка стоит припаркованная. Все нормально, нигде ничего там, пожарные гидранты нам никто не закрывает. Вроде не под знак стоит. Все хорошо. Так, вот этот, возможно, у нас как раз-таки стоит под знак на BMW. Сейчас мы его попробуем оштрафовать. Полицейскому автомобилю требуется помощь. А куда ехать? Мне бы как-то... Ага, то есть мы сейчас, короче, тупо прямо, а потом, наверное, направо выходим. Какому-то полицейскому автомобилю требуется помощь. Погнали. Да, тачки тулят, конечно, здесь вообще нормально. Так и не скажут, что это Ford. Ой-ой-ой, что-то залагало. Так, воспользуемся служебным положением. Сразу навстречу выходим. Подлагивает игра сильно вообще, прям реально сильно подлагивает. Раньше, я помню, не было такого. Примените шокер для его остановки, а если я его тачкой собью? А ну стоять, сука! Так, действия. Надеть наручники. Действия. Обыскать. Какая бабка хитрая. О-о-о, оружие, алкоголь. Нормально, чё? Давайте мы её сразу заодно сейчас протестим на алкоголь. Да она, кстати, трезвая. Непонятно, чё она убегала вообще на самом деле. Можно она, но у неё, видимо, скорее всего... Ой, да. Попросить показать документы. Сандра Брукс. Ну всё, Сандра Брукс, вы попали. Пойдёмте за мной. Пойдём обратно к месту вызова. А если я побегу, она побежит, интересно? Нет, она просто будет от меня отставать. За мной пройдёмте, гражданочка. Пойдёмте, пойдёмте, пойдёмте. Сейчас мы вас доведём до вашего там... Как я понимаю, молодого человека. Который нарушает правила дорожного движения. Получили тайзером. А чё, у нас только тайзеры за оружие, по-моему. Ждание каких-то пистолетов. Ну, летального оружия, короче, у нас нет. То есть у нас исключительно только... Такое оружие обычное, нелетальное. Пойдёмте, пойдёмте, гражданочка. Пойдёмте, пойдёмте. Не останавливаемся. Плавненько идём. Всё хорошо. Но он тоже стоит уже задержанный чел. Ох, ёпта. Чё-то там началась какая-то история. Меня не сбейте, гражданин. О, брат-близнец. Хай! И чё, мне только, получается, автозак на неё вызвать надо будет, да? Потому что как бы, ну... Так, запрос. Автозак. Отлично. Ну, можно было, в принципе, это на том месте сделать. Но было бы логично, да, их сюда отвезти. Чтобы уже отсюда их всех забирали. И эту тачку, наверное, мы сейчас ещё эвакуируем до кучи. Так, приехал автозак. Чё-то трафик вообще дикий, капец. Ха-ха-ха. И они даже не это самое. Они... Типа нахер надо. Так, это с этим я не могу взаимодействовать. Так, ну ладно. Всё, братишка, давай. Удачи тебе. Уж занимайся с этим сам. Я сейчас попробую машинкой этой заняться как-то вообще, да? Или с ней ничего не сделать. Ну, по всей видимости, только он сможет что-то с ней сотворить. Потому что, типа, это его вызов. В общем, ребята, да, блин. Игруха прикольная на самом деле. То есть, как мы видим, здесь в полиции ситуации бывают вообще разные, да? То есть, можно здесь повстречать всё, что угодно. Единственное, может быть, поперва не какое-то туговатое управление окажется, да? Но в остальном, как бы, в принципе, прикольно. Очень даже прикольно. Так, подожди, я могу его как-то проверить, нет? Тачку, допустим, вот эту по номерам пробить. Нет, наверное, я её так не смогу пробить. Но, тем не менее, да? То есть, это всё равно прикольно. То есть, блин, здорово придумали, молодцы, классно. Мне реально понравилось вот это, вот в это играть. Ситуации разные бывают. Я не знаю, опять, ребят, как вам? Понравится, не понравится? То есть, ну, если вы захотите увидеть там, как скорая помощь работает, да? Как там пожарные работают? Где там у них как что тушится? Как там у них что делается? Обязательно ставьте лайк на эту серию и пишите комментарий, что, да, вот, Лёха, мы хотим увидеть. Сделай нам, пожалуйста, такой вот подарок. Запиши нам этот ролик. Так, у нас, я смотрю, тут припаркованы неправильно. Ну-ка, братан. Давай-ка мы тебя оштрафунякаем. Кто-то так ауди свою, конечно, типа, якобы ауди поставил. Так. А-а-а-а. Паркет. Так. Блокинг драйвей. Блокинг фаер-гидрант. М-м-м. Короче, я ему напишу другое. Ух ты, тут надо ещё... А, это, типа... Дон. Всё, готово. Пусть ему штраф за парковочку, пусть оплачивает. Всё, друзья, на этом всё. Спасибо вам всем огромное за внимание. Опять же, с вас комментарии, лайки, подписка на канал. И, в общем-то, буду ждать вашей реакции. Всё, друзья, пока-пока. Увидимся.